Что мы делаем? Остановиться и задать какие-то вопросы. А зачем вообще? А что будет потом? А зачем вообще просто остановиться, вдохнуть, выдохнуть, почувствовать жизнь и понять вообще, зачем это всё, и надо ли это всё? Сократ ещё сказал. Ещё? Это ещё давно сказал Сократ. Неисследованная жизнь недостойна быть прожитой. Неисследованная жизнь недостойна быть прожитой. Потому что в конце жизни, я о себе так часто думаю, очень не хочется такого. Можно прийти к такому моменту, что, знаете, ты просто, то, что ты считал таким важным, по факту уже не так важно. То, что было для тебя таким, таким просто важным, не так важно. Мы сейчас посмотрим с вами ещё один ролик. Я тоже вас предупрежу. Сегодня, сейчас будет много видео, ну как много, ещё парочку будет. Вопрос задавали молодым людям, не на постсоветских странах, но как бы смысл не меняется от этого. Вот, смотрим. Пошло бы в СПА. То есть, или вы знаете. Стой. Мне нравится этот вопрос. Он немножко стрёмный, я понимаю. Если бы тебе осталось жить всего сутки, что бы ты делал, не самый приятный вопрос. Но почему он не нравится? Потому что, знаете, он отрезвляет просто. Даже в нашей суете он отрезвляет. Главные вещи становятся главными. И какие-то вещи просто... Знаете, все вещи становятся в правильном порядке. На правильных местах. И может быть, то, что мы давно хотели и мечтали сделать, но мы боялись. У нас не было времени. Мы всё откладывали, это в следующей жизни. Когда у тебя больше нету этой следующей жизни, мне вопросов сейчас не будет. А что? Извините. Да, секунду. Вы знаете, Тива Джоксер? Да, вы можете. Лично нет, но лично уже и не узнаем. Но у нас будет вечность в небе. Что я сделал Стив Джокс, когда ему задали такой вопрос? Это не слишком... Этот пример не слишком вот прям вот о вечности, но мне он нравится. Я вам прочитаю просто. Стив познакомился с Лорен Павловым в 90-м году. После своей речи в Стэнфордской школе бизнеса. Простите. Он рассказывал о встрече с будущей женой. Я сидела в машине на стоянке. Ключ был в замке зажигания. И тут я подумал. Если бы этот день был последним в моей жизни, провел ли бы я его на деловой встрече или с этой женщиной? Затем я вышел из машины, пересек парковку и спросил ее, не хотела ли она со мной поужинать. Она согласилась. Мы пошли в город и с тех пор не расставались. Стив Джоб женился на Лорен Павловым в 18-м году, в 91-м году. Не знаю. Это не... Это знаете просто, что есть вещи, на которые у нас никогда не хватает времени. У нас просто нет времени жить. У нас просто его нет. У нас просто нет. А зачем тогда? Если мы живем, у нас просто нет времени жить. Зачем это тогда? Бернард Левин. Известный обозреватель. Он уже умер в 1004-м году. И он, друзья, не был христианином. И он много раз открыто об этом заявлял. Он сказал, он написал такую статью под названием «Жизнь – великая загадка. И некогда найти на нее ответ». И это правда. В центре христианской веры, в центре того, во что мы верим, человек по имени Иисус. Человек, который не боялся говорить о проблемах, о проблемах, какие... Я просто сегодня мастер-спикер. Которые другие люди избегали. Проблемы, которые другие люди боялись о них даже говорить. Даже вообще. И он, Иисус, он, знаете, он с начала времени, он закидывал такие выражения, такие спорные выражения, что они просто не вмещались в умы людей. Например, в Евангелии от Иоанна он говорит «Я есть путь истины и жизни». Это очень интересная мысль, но она не влазит в голову. И она не влазила в голову людям, как 2000 лет тому, так ничего не изменилось сегодня. Она по-прежнему не влазит в наши головы. Что ты имеешь в виду? И в будущем ничего не изменится. И поэтому мы, друзья, сейчас быстренько рассмотрим каждое из этих заявлений, что Иисус сказал, что он есть путь, истинная жизнь. Мы посмотрим каждое из этих заявлений, что же именно он имел в виду под этим заявлением. Первое. Я есть путь. Что это значит? Путь вообще к чему? В смысле, как это я есть путь? Но если ты можешь сказать, что ты знаешь, где путь, я могу сказать, я могу знать, как пройти, но говорить, что я есть путь, ну, надо быть или безумным, или что-то иметь в виду. Кто из вас знает группу Queen? Кто из вас знает? Друзья, ну я ж... Я, конечно, знала, что я взрослая, но... Да, спасибо, 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 спасибо. We will rock you и много других богемстри, а рапсодия. Фредди Мэрикори один из стилистов группы, который умер в конце 91-го года. В одном из последних своих альбомов, который называется The Miracle, Чудо, он спрашивает, кто-нибудь знает, зачем мы живем? У него было все, у него был огромный успех, у него было то, что мечтает каждый из нас, потому что, в принципе, мы молодые люди. И о чем мечтает каждая из нас? Если не говорить о семьях, когда уже есть дети, мы там думаем о детях, когда у нас нет детей. Мы хотим добиться успеха, мы хотим реализовать свои мечты, и это круто. Так вот, у него это все было, у него это все было. Он имел тысячи поклонников, но, тем не менее, в интервью незадолго до своей смерти он сказал, что он очень одинокий, и вот так вот он сказал. Можно иметь все в этом мире и быть ужасно одиноким. И это самый горький вид одиночества. Успех сделал меня идолом, принес мне миллионы, но именно он и не дал мне единственного, в чем мы нуждаемся, непрекращающейся любви. И я вам скажу, друзья, что я верю, что есть только одни отношения, которые способны это дать. Только одни отношения, которые абсолютно любящие и которые вечно длятся, которые никогда не прекратятся. И это отношение не с человеком, это отношение с Богом. Иисус говорит, что он есть путь в эти отношения, что он и является этой дорогой. Я в своей жизни до того, когда я занималась спортом, раньше я занималась санкционным плаванием, я серьезно занималась, я занималась где-то с 7 до 20, я была в сборной, вот прям серьезно. Знаете, вот как, у каждого, кто-то там музыкой занимается, я занималась спортом. и моя жизнь была жизнь достижения. То есть ты достигнешь вот этого, и ты станешь счастливым. Я закончу университет, и я стану счастливой. Я попаду в сборную, и я стану счастливой. Я выйду замуж, заработаю свой первый миллион или второй, и я стану счастливой. То есть я достигну определенного уровня, и я стану счастливой. Но правда в том, что когда ты достигаешь даже этих маленьких целей, ну, каждый из вас согласится с вами, что когда ты достигаешь, ну, неделя тебе это порадует, ну, еще какое-то время, но потом тебе становится мало. И это круто, потому что мы можем двигаться дальше и ставить новые цели. Но есть штука одна, что чего бы мы не достигали, когда мы думаем, ну, вот это вот, это просто эйфория, вот так вот выглядит счастье. Вот счастье, вот как Фредди Мэккори, такая популярная счастье, она выглядит так. Вот я возьму это, и у меня будет счастье. Но когда ты достигаешь этого, то ты понимаешь, что нет, нет. Кто из вас знает Джима Керри, Джима Керри вы должны знать. Да? Молодцы. Джим Керри сказал. И я скажу вам, что я полностью присоединяюсь к Джиму Керри. Полностью. Я думаю, вы тоже. Он сказал, его цитата, «Я думал, каждый должен стать богатым и успешным, и совершить то, чем мечтал, чтобы они могли увидеть, что это не является ответом, что это не удовлетворит, что это не является ответом. Этот товарищ, который умер в 2004 году, Бернард Левин, он сказал такую фразу. На свете живет множество людей, вполне обеспеченных, счастливых в браке, и тем не менее пребывающих в тихом или бурном отчаянии, понимая, что в них есть что-то вроде черной дыры, которую не запомнишь ни едой, ни питьем, ни машинами и телевизорами, ни благовоспитанными детьми и преданными друзьями. И это мучительно. И хотя он не был христианином, этот вопрос о смысле жизни, он его до конца, до конца его дней, он его не покидал. Я не знаю, пришел ли он для себя в каком-то ответ, может быть, Википедия знает, кто знает. Но и когда Иисус сказал, что он есть путь, он говорит, что он есть путь к этим отношениям, к любви, которая не прекращается и которая, знаете, человеческие отношения, человеческая любовь никогда не заменит этого. У нас есть любовь, мы можем любить своих детей, мы можем любить своих любимых, но, 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 но. Очень люблю я выражения, я вас предупреждаю, что будет много цитата. Еще когда я училась в университете, еще далеко до альфа-курса, я очень любила этот цитат, очень. Жан-Поль Са, французский философ. У человека в душе дыра размером с Богом и каждый заполняет ее как может. У человека в душе дыра размером с Богом и каждый заполняет ее как может. Мы можем всем заполнять алкоголем, друзьями, тусовками, как я это делала в своей жизни, работой, хорошей семьей, чем угодно, отношениями, чем угодно, даже счастливой семьей, даже это хорошо, это неплохо, но рано или поздно, придет момент, рано или поздно, что нам станет этого недостаточно, потому что мы так созданы. Я верю, что мы так созданы. Знаете, где-то я это слышала, я не помню, где я уже, наверное, не вспомню, что внутри каждого человека есть дыра размером с Бога. Я же так же сказал, что он не мог. Еще одна. Да, просто огонь, да. Да, да. Потому что Бог создал нас, и Он создал нам с этим внутренним поиском Его, с чем-то, что никогда не сможет удовлетворить ни одно живое существо, только Бог. Ни одно живое существо нам. Оно удовлетворит, но это будет на время какое-то. И потом нам будет мало, по крайней мере, мне. Рассел Брент. Ну, вы его никто не знаете, конечно, но если я скажу, что это бывший мужской Типер, вы сразу оживитесь. Английский юморист и комик. Он сказал, наркотики и алкоголь не моя проблема, реальность, это моя проблема. Наркотики и алкоголь это просто решение, чтобы заполнить дыру внутри себя. Каждый из нас находит свое решение. Каждый из нас это наш выбор. И нормальный, и Бог любит и уважает этот выбор. Я читала об одной японке историю, они очень любят рис, вы знаете. И она говорит, что у нас есть у японцев два желудка, как будто два желудка. Желудок первый для обычной еды, картошка, мясо. И как будто у нас есть второй желудок, называется рисовый желудок. Ну, она это как назвала, рисовый желудок. И она говорит, как будто, вот если пока мы не поедим риса, мы, ну, у нас ничто не будет удовлетворять, как мы будем неудовлетворены. Мне понравилась эта история, потому что это что-то, этот рисовый желудок есть внутри каждого из нас. Внутри меня была эта таска по жизни, внутри меня была эта что-то, потому что я хочу сама не знаю чего, что я хочу жизни, я хочу красок, я хочу чувствовать эту жизнь. И Бог говорит, Иисус говорит, что в нем мы находим жизнь. В нем мы находим жизнь. У меня есть друзья, которые говорят так, но неважно, во что ты веришь, не суть важна, главное быть искренним, главное быть настоящим и верить во что-то искренне, ну, как бы не суть важна, во что, просто искренне. очень так все красиво, ну, как бы толерантно, так все, вот как вот сейчас все надо. Но это очень спорное утверждение, друзья, потому что то, во что верил, верил Гитлер, уничтожило миллионы евреев, миллионы людей. Почему? Потому что он верил, что он очищает землю от евреев. Джек Потрошитель, но когда убивал проституток, он верил, что он исполняет волю Божью. И это к чему? Я к тому, что можно искренне верить и можно искренне заблуждаться. Можно искренне заблуждаться. Моя подруга Катя, это моя подруга по спорту, она тоже занималась санкровным плаванием. Сейчас...